друзья мои июль пожалуй самый жаркий месяц для крестьянина гомельский краевед евдоким романов в начале 20 века собрал наблюдение и записи о том как в белоруссии выходили жито жать вот он пишет 8 июля день казанской иконы божией матери во многих местах белоруссии празднуется в память избавления от холеры в 1848 году по молитвам перед этой иконой исцеляются глазные и головные болезни на заметку тем у кого болят глазки и головушка в южной белоруссии с казанской приступают к жатве ржи зажинают обыкновенно с вечера женщина идет серпом в поле нажмет сноп ржи и приносит домой здесь сноб ставится на куте под иконами виде жертвы богу на следующий день жениться выходит на ниву рано утром в лучшей одежде и ставший лицом к востоку молится богу господи благослови почать жать и поможи в добром здоровье кончить и перекрестившись начинает жать когда жница начнет уставать заболят руки и спина тогда она начинает петь песни которая носит название жнивных в быховском уезде же зажинки начинаются несколько торжественнее перед началом жнива хозяйка вымывает всю хату пол где есть стол лавки окна потом застилают стол чистой скатертью кладут хлеб и соль зажигают перед иконой свечу и молятся земными поклонами уходя на ниву жниться берет в ножку это узел за плечами кусок хлеба соль кусок сала и свечу запомнили лежавшие на столе хлеб и соль продолжают там оставаться придя книги жениться снова молится с земным поклонами и потом здоровается с снивой здоровается снивой добрый день нилка ядраное жито я к тебе пришла сжав горсть сержи жениться скручивает ее и подпоясывается и уже потом жнет начав один сноб ставит и выговорит ставлю сноб на 100 коп на тысячу мерок после этих слов кладет его на землю и подкладывает под него свою ножку после этого жатва уже идет безостановочно очень строго наблюдают чтобы зажимки происходили не в день мучеников по святцам делается это для того чтобы жатва не была мучительной не по работе не по погоде в рогачевском уезде для зажимок избирается старшая в семье женщина она отправляется на ниву под вечер и берет с собой окраец то есть горбушку хлеба благовещенскую просфору сретенскую громничную свечу кусок артаса или освещенной пасхи и освещенную соль у кого дома нету этого подумайте что вы как как вы живете и если у вас дома нету неблаговещенской свечи не громничный неблаговещенской просфоры не громничной свечи еще раз послушайте надо чтобы был не просто окраец хлеба горбушка а благовещенская просфора сретенская громничная свеча кусок артаса или освещенной пасхи и освещенная соль вот у кого ухать и нема соли свяционный як выживите это же никуды такое не 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 пойди придя на свою полосу женщина читает все известные ей молитвы земными поклонами а потом нажинает один сноб который и оставляет на поле в стоячем положении на другой день утром идет сжать уже все семейство в сибирском уезде хозяйки выйдя на ниву становится лицом к солнцу и молится потом зажигают бородку со словами дай же боже чтоб лег как жалость серединка не болела рученьки не млели ноженьки не дырвяне ли голова не горела для бородки зажигают три горсти ржи связывают их в снопок и кладут хозяйки на плечи она относит бородку домой и кладет на образа а женицы принимаются за работу строго соблюдается при этом чтобы у хозяйки зажигают рожь была рука легкая иначе жницам будет очень тяжело жать если же среди хозяек такой не отыщется то зажигает рожь молодая девушка зерна из первого снопа примешиваются потом к семенной ржи в мстиславском уезде зерна из первого снопа выколачивают парни желающие чтобы их любили девушки для этого они отваривают зерна в воде и пьют эту воду поэтому если у кого проблемы в этом на этом фронте вы теперь знаете что нужно делать пока не поздно из из первого снопа но нужно сейчас вас научу но самое интересное какие песни нужно петь евдоким романов собрал целый целый орнамент этих песен есть и жалостливые есть и есть и философские а есть и озорные вот в минской губернии например когда утром выходит на него нужно нужно петь добрый день господу богу жито ядраному хозяину полевому здорово здорово жне и молодые сярпы золотые хозяину полевому тоже нужно сказать а вы вечером уходя снивы надо сказать добра ночь господу богу жито ядраному хозяину полевому красиво красиво из из озорных песен конечно на есть есть песни на вечную тему конфликта свякрухи и свекра с невесткой по почти нету песен где где описывается конфликт с тещей который вошел в классику анекдота но вот свякрухи и невестки это ядерная война я на поле жито жала уме невhake бер отстала завалила исчезли округа усты eviten ну стыну стену двум крапиву ни же а лишьУж мне св Victoria чки ажа же юр Mac rela пивочка сегодня красиво расскажите Свякровочку черви съедуть, крапивочку свиньям ссякуть. Я крапивочку поливать буду, а свякровочку проклинать буду. Я строкнуку серпом сожну, а свякровку колом побью. Строкнушка зеленая, свякровушка шаленая. Да. В ответ о сражениях между молодой девушкой и мамой-блюстительницей благочестия есть такая песенка. Билай мене мати таўкачом, не гуляй дачка с паничом, а я маццы наругацца, чтоб с паночкам нагуляцца. Билай мене мати мискаў, не гуляй дачка с мишкаў, а я маццы наругацца, чтоб с мишкаў нагуляцца. Билай мене мати паленам, не гуляй дачка с парменам, а я маццы наругацца, чтоб с парменам нагуляцца. У них как-то все это органично происходило. Ну, побились, помирились, я неоднократно был свидетелем таких сцен, где городской интеллигентный житель, ранимый, уже бы, наверное, расстался и десять лет не разговаривал, потом ходил все эти десять лет к психотерапевту, чтобы снять травму. А вот люди простые воспринимают конфликт или ругань как обычные ритуальные действия, даже так скажу, ритуальные. То есть, ну что, поругались и помирились. Сейчас высказали то, что накипела пара, выпустили. Ну, мы же ж свае, усе ж свае, чаго мы будем лаяцца. И через час, а то и раньше, уже сидят вместе, чай пьют или обнимаются, и все-все уже забыто. Вот надо поучиться, как ругаться. А вот еще есть замечательная песня с элементами колдовства, которые тоже можно взять на вооружение. Конечно, я шучу. Писарь гусей ганял и гусельки играл. «У гусельки играеть, товарыша угукаеть, вы товарыши мае, выходитка ко мне, вы скажите паненцы, что у зеленой сюкенцы. Нехай писара не жжать, нехай замуж идеть». Ускачила паненка из терыма у зелен сад, накопала карэння из-под бела камэння, Натопила у молодцы, пристудила на руце, из шикоры не кипел, а уже писар прилетел. Насласная вечеру на мягкую постелю. А что ж тебе принесло? Ти чавночек тебе сло. Принес мне ворон конь, дык паненцы у покой. Вот такие интересные песни собирал Евдоким Романов. И здесь есть приписка, что это было записано в местечке Забытшанье Черевского уезда от крестьянки Степаниды Дроздовой. И записал псаломщик Барташевич. Вот чем занимались белорусские псаломщики в свободное от работы время в начале XX века. Красиво. Красиво.